И последнее. В среднеобразовательной школе номер 3 второго Чигема завершен капитальный ремонт спортивного зала. Для учеников созданы все условия для занятия физкультурой. Теперь на территории школы есть и футбольное поле с искусственным покрытием. Сюжет Карина Аванесовой. Уроков физкультуры учащиеся третьей школы теперь ждут с нетерпением. В отремонтированном спортзале созданы все условия для занятий. Вместо старого деревянного пола специальное покрытие. Установлены настенные протекторы, гандбольные ворота, турники и баскетбольные щиты. Есть полный комплект инвентаря для игры в волейбол. Все работы были выполнены качественно и самое главное, они выполнены в срок. Школа является пилотной площадкой для сдачи нормативов ГТО. И я думаю, у наших детей есть все возможности, чтобы каждый из них сдал нормативы ГТО на золотой значок, на серебряный значок. Кроме того, появились просторные раздевалки, душевые с горячей водой. Обновление помещений и оборудования начали в декабре прошлого года. Средства поступили по программе единороссов, ремонт спортивных залов в сельских школах. К слову, на территории учебного заведения есть и футбольное поле с искусственным покрытием, которое было установлено при поддержке Минспорта Республики. Здесь уже не первый сезон тренируется школьная сборная. Ему хорошо, что нам сделали спортзал, теперь мы можем играть в волейбол там, а теперь тут можем в футбол играть. Это сделали раньше, спортзал был не таким, а сейчас такое сделали, оборудование поставили новое. Мои одноклассники теперь радостно ходят туда. Создание необходимых условий для занятия физкультурой и спортом – одна из первостепенных задач отмечают в районном управлении образования. На эти цели с федерального бюджета в прошлом году было выделено более трех миллионов рублей. На эти средства мы провели ремонт в спортивных залах в трех общеобразовательных учреждениях. В одном общеобразовательном учреждении оборудовали профессиональный боксерский ринг, который отвечает всем современным требованиям и стандартам. И на базе одной из школ мы установили универсальную спортивную площадку для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом. В 2015-м, по словам Арипши, в Овчегемском районе запланированы турниры по мини-футболу, баскетболу, волейболу и другие состязания, направленные на гармоничное физическое развитие детей и подростков. Карина Аванесова, Анзорка Широков, Вести Кабардино-Балкария.